Техническое описание кода неисправности OBD2, электромагнитка управления давлением диапазон, рабочие характеристики цепи управления, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности коробки передач, DTS, который применяется к автомобилям OBD2 с автоматической коробкой передач, это может включать, но не ограничиваясь, транспортные средства от Ford, GMS, Chevrolet, Honda, BMW, Saturn, Land Rover, Acura, Nissan, Saturn и т.д. Хотя общие, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии, в большинстве случаев автоматические коробки передач включают в себя по меньшей мере три соленоида управления давлением, известные как соленоида, B и S в более новых коробках передач, как правило, больше передач и больше соленоидов, что дает вам соленоиды D, E, F и т.д. Различные коды неисправностей связаны с к цепи управления электромагнитом K и некоторые из наиболее распространенных относятся P282D, P282I, P282F и P2830. Когда установлен код неисправности P282I OBD2, модуль управления силовой трансмиссией, PSM, обнаружил проблему с цепью управления электромагнитным клапаном управления давлением трансмиссии K. Конкретный набор кодов основан на конкретной неисправности, обнаруженной PSM, автоматическая коробка передач управляется лентами и сцеплениями, которые переключают передачи, поддерживая давление жидкости в нужном месте в нужное время. Назначение соленоидов для регулирования давления в трансмиссии состоит в том, чтобы отрегулировать давление жидкости, чтобы автоматическая коробка передач работала правильно и плавно переключалась. PSM контролирует давление в соленоидах и направляет жидкость в различные гидравлические контуры, которые точно изменяют передаточное число трансмиссии по мере необходимости. Код P282I устанавливается PSM, когда он обнаруживает, что цепь управления электромагнитным клапаном контроля давления K находится вне нормального диапазона для оптимальной работы. Пример передачи соленоидов, какова серьезность этого кода неисправности? Серьезность этого кода обычно начинается как умеренная, но он может быстро перейти на более серьезный уровень, если своевременно неисправить, в обстоятельствах, которые приводят к тому, что трансмиссия стучит в редуктор, может быть нанесен постоянный внутренний ущерб, что делает проблему серьезной, каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P282I могут включать, повышенный расход топлива, проверьте, свет двигателя включен, коробка передач перегревается, коробка передач проскальзывает при переключении, коробка передач резко переключается, стук в передачу, возможно симптомы, похожие на осечку, PSM переводит трансмиссию в режим ожидания. Каковы некоторые из распространенных причин кода? Причинами этого кода передачи P282I могут быть, неисправный соленоид управления давлением, загрязненная трансмиссионная жидкость, фильтр ограниченной передачи, неисправный насос трансмиссии, неисправен корпус клапана трансмиссии, заблокированы гидравлические проходы, разъеденный или поврежденный разъем, неисправная или поврежденная проводка, неисправный ПКМ, какие шаги по устранению неполадок P282I? Перед началом процесса поиска и устранения неисправностей необходимо изучить бюллетени технической поддержки, TSB, для конкретного автомобиля по годам, модели и трансмиссии, в некоторых ситуациях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, если направить вас в правильном направлении, проверка жидкости и проводки Первым шагом является проверка уровня жидкости и проверка состояния жидкости на предмет загрязнения Перед заменой жидкости вы должны, если это возможно, проверить записи автомобиля, чтобы проверить, когда последний раз менялся фильтр и жидкость Подробный визуальный осмотр для проверки состояния проводки на наличие явных дефектов Следующий, проверьте разъемы и соединения на безопасность, коррозию и поврежденные контакты, это должно включать всю проводку и разъемы к электромагнитам управления давлением трансмиссии Насосу трансмиссии и PSM, в зависимости от конкретной конфигурации насос трансмиссии может приводиться в действие электрически или механически Продвинутые шаги Продвинутые шаги всегда становятся очень специфичными для автомобиля и требуют точного выполнения соответствующего современного оборудования Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические характеристики для автомобиля Вы должны всегда получать конкретные данные по поиску и устранению неисправностей для вашего автомобиля Прежде чем переходить к дополнительным шагам, требования к напряжению будут варьироваться в зависимости от конкретной модели транспортного средства Требования к давлению жидкости также могут варьироваться в зависимости от конструкции и конфигурации коробки передач Проверка непрерывности Если технические характеристики не указывают иное, нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом Проверка непрерывности должна всегда выполняться с отключенным питанием от цепи, чтобы избежать короткого замыкания и создания большего повреждения Сопротивление или отсутствие непрерывности является признаком неисправной проводки, которая открыта или замкнута и должна быть отремонтирована или заменена Каковы некоторые общие исправления для этого кода? Замена жидкости и фильтра Заменить неисправный электромагнитный клапан контроля давления Отремонтируйте или замените неисправный трансмиссионный насос Отремонтируйте или замените неисправный корпус клапана коробки передач Промойте трансмиссию для очистки проходов Очистка от коррозии разъемов Отремонтируйте или замените неисправную проводку Прошить или заменить неисправный PSM Возможный ошибочный диагноз может включать Проблема пропуска зажигания двигателя Неисправность трансмиссионного насоса Внутренняя проблема передачи Проблема с трансмиссией Надеемся, что информация в этой статье поможет вам устранить проблему с помощью кода ОВД, диагностической неисправности диагностического кода вашей цепи управления соленоидом К, управления давлением P282 и эта статья предназначена исключительно для информационных целей, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда будут иметь приоритет.